Долгожданный отпуск Ольга спланировала заранее. Узнав, что граница с Китаем снова открыта, решила отправиться летом с детьми на море, в Поднебесную. Обратилась в турфирму и без проблем оформила путевку. Но сложности при подготовке к поездке все-таки возникли. Мы столкнулись с проблемой обмена валюты. То есть, мы сначала в один банк зашли, валюты вообще не оказалось. А во втором нам обменяли крупными купюрами, что очень неудобно при прохождении границы. Если турист едет с рублями, то китайская сторона меняет их по завышенному курсу. С крупных же купюр, говорит Ольга, на границе сдачи просто нет. А разменять деньги, особенно без знания языка, очень сложно. В банках Читы найти юани можно действительно не с первого раза. Но кое-где проблем с валютой нет. Правда, мелких купюр все же не так много. А спрос на юань тем временем растет. На фоне реализации соглашения безвизовых туристических обменов с Китаем мы зафиксировали повышенный спрос на юаня в Забайкале. Сегодня средний объем приобретаемой валюты в кассах ВТБ в Чите составляет от 5 до 10 тысяч юаней. Ну, примерно 150 тысяч рублей. Для конверсионных операций до 3 тысяч рублей никаких документов не потребуется. Все, что свыше, потребуется только паспорт. Мы ожидаем, что популярность китайской валюты в ближайшие годы будет только укрепляться на фоне ослабления интереса к американской и европейской валютам. Интересно и то, что в России наметилась еще одна тенденция, связанная с юанем. Жители нашей страны все чаще стараются открывать депозиты именно в китайской валюте. Общий портфель таких вкладов увеличился с начала года более чем в полтора раза. И банки новую сберегательную модель своих клиентов только поддерживают, увеличивая ставки по депозитам в юанях. Поэтому, дамы и господа, охота на МАО только началась.